В поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района на дом упала стрела строительного крана. Машина была задействована на строительстве соседнего дома. Подробности в сюжете Виктории Харитоновой. Стрела крана упала прямо на кровлю двухэтажного деревянного дома и разрушила часть крыши и потолок одной из квартир. Хозяин квартиры чудом остался жив. Дом 101 поселка Серебряный Бор был признан аварийным еще несколько лет назад. Находится он буквально в нескольких метрах от возводящихся объектов застройщика ПСК Рост. Несмотря на это, в нем до сих пор проживают люди. Житель аварийной квартиры покинул свой дом, а соседи, даже учитывая всю опасность ситуации, остались и ждут, пока им предложат, по их словам, нормальное жилье. Тут, когда это все случилось, я упала с дивана, упала, потеряла сознание, не знаю, сколько я тут лежала, прислала себя, не пойму, в чем дело, а когда вот эта волна прошла по комнате, у меня вот там бутылка масла стояла на полке. Как она улетела в зал, ничего не могу понять. По словам жителей дома, представители застройщиков даже не удостоверились в том, что пострадавших нет. Все разговоры велись только с представителями администрации поселка. Демонтаж стрелы также может повлечь за собой серьезные последствия, но покидать свои квартиры, похоже, никто не собирается. Квартира, которая находится под шестой, третьей квартирой, вот мы ее завтра переселяем, эту женщину в пятницу, мы ее в пятницу переселяем. Почему? Потому что если пойдут осадки, то через пробитую крышу, через шестую квартиру, соответственно, будет намокать ей квартира номер три. Поэтому по этим двум квартирам мы сразу решили вопрос. В том подъезде остается жить еще женщина в четвертой квартире. Если никаких изменений, деформаций не будет, еще все будет нормально, она говорит, я не пойду в новый дом, который у нас должен сдаваться в апреле месяце, я буду ждать в своем квартале. Работа на стройке ведется оживленно и довольно активно, но при виде камер все работники почему-то стараются скрыться из виду. Все-таки серьезная такая авария, должно произойти тщательное расследование, правильно? Просто так кого-то там что-то обвинять, но мое мнение, конечно, это в любом случае человеческий фактор. Застройщик данной ситуации комментарий давать отказывается. Кто виноват в данной ситуации? Неквалифицированный персонал или обстоятельства выяснится только через некоторое время. Главное, все обошлось без жертв. Виктория Харитонова, Вадим Барашков, НВК Саха, Нерюнгри.